Беседа против тех, которые злоупотребляют апостольскими изречениями. Филиппийцам 1.18 Недавно упомянув о фарисее и мытаре, и снарядив словом две колесницы из добродетели и зла, мы показали, сколько смиренно мудрей выгоды, а в гордости сколько вреда. Эта, будучи сопряжена даже с праведностью, постами и десятинами, отстала. А та, будучи сопряжена даже с грехом, упредила колесницу фарисея, хотя имела и худого возницу. И в самом деле, что хуже мытаре? Но так как он сокрушил свою душу и назвал себя грешником, каков он и был, то превзошел фарисея, который мог указать на свои посты и десятины и был свободен от всякого зла. Отчего и почему? Потому что хотя он и свободен был от жадности и грабежа, но мать всех зол, тщеславие и гордость была вкоренена в душе его. Поэтому и Павел предлагает такое увещание. «Каждый из вас доиспытывает дело свое, чтобы иметь похвалу в самом себе, а не в другом». Галатам 6.4 А он стал осуждать всю вселенную и назвал себя лучшим всех людей. Если бы он поставил себя выше только десяти, или пяти, или двух, или одного человека, и это было бы невыносимо. Но он не только предпочел самого себя вселенной, а еще осуждал всех. Поэтому он и отстал во время бега. Как корабль, прошедший бесчисленное множество волн, избежав много бурь, потом при самом входе в пристань, ударившись о какую-нибудь скалу, теряет все находящееся в нем сокровище, так точно этот фарисей. «Выдержавший труды поста и остальных добродетелей, но не овладевший языком, потерпел тяжкое кораблекрушение в самой пристани». С молитвой, от которой должно было получить пользу, выйти напротив с таким вредом для себя, значит ничто иное, как потерпеть кораблекрушение в пристани. 320 Итак, зная это, возлюбленные, хотя бы мы взошли на самую вершину добродетели, будем считать себя последними из всех, научившись, что гордость может низвергнуть невнимательного из самых небес, а смиренно мудрее может из самой бездны грехов поднять на высоту, умеющего быть умеренным. Это поставило мытаря впереди фарисея, а та, говорю о безумии и гордости, превзошла силу бестелесного дьявола. Смиренно мудрее же и сознание собственных грехов ввело в рай разбойника, прежде апостолов. Если же признающая свои грехи доставляет себе такое дерзновение, то сознающая себе много доброго и, однако, смиряющая свою душу, каких не приготовит себе венцов? Если грех, будучи соединен со смиренно мудрием, совершает течение с такой легкостью, что превосходит и упреждает праведность, соединенной с гордостью, то если ты свяжешь его с праведностью, куда не достигнет он, сколько не пройдет небес. Он, конечно, предстанет предсамый престол Божий среди ангелов с великим дерзновением. Опять, если гордость, будучи сопряжена с праведностью, избытком и тяжестью своего зла была в состоянии не изложить ее дерзновение, то, будучи соединена с грехом, в какую гиенну не может она низвергнуть одержимого ею? Говорю это не для того, чтобы мы не заботились о праведности, но чтобы избегали гордости, не для того, чтобы мы грешили, но чтобы были умеренными. Смиренно мудрие есть основание нашего любомудрия. Хотя бы кто бесчисленное сверху построил, милостынь или молитвы, или после, всякую ли добродетель, но если в основание предварительно не положил этого, то все будет строиться тщетно и напрасно, и легко разрушиться. Подобно зданию, построенному на песке, ничего нет, ничего из наших правых дел, что не нуждалось бы в нем. Нет ни одного, которое могло бы устоять без него. Укажешь ли на целомудрие, девство, презрение денег или на что другое? Все не чисто, обременено проклятием и отвратительно, если нет смирения. Итак, будем всюду им начинать в словах, в делах, в мыслях и созидать все с ним. Но довольно сказано, смиренно мудрие, не по достоинству этой добродетели. Никто не может воспеть ее по достоинству, но для вразумления вашей любви. Я хорошо знаю, что вы и после немного сказанного с великим усердием будете привлекать к себе эту добродетель. Но так как необходимо сделать ясным и очевидным апостольское изречение, читанное сегодня, и, по-видимому, подающее многим предлог к легкомыслию, то чтобы некоторые, извлекая отсюда пустое оправдание, не стали не родить о собственном спасении, теперь мы и обратим речь к нему. Какое же это изречение? Филиппийцам, 1 глава, 18 стих. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь, и буду радоваться. Многие повторяют это просто, и как случится. Не читая ни предыдущего, ни последующего, и отделяя от связи с прочими членами, предлагая беспечнейшим на погибель собственной души. Стараясь отвлечь их от здравой веры, и потом видя, что те рабеют и боятся этого дела, как небезопасного, и желая рассеять их в страх, они приводят это апостольское изречение и говорят, Павел уступил это, сказав, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь. Но проповедует он велико различным между тем и другим, как сказав, как бы ни проповедовали, свойственно повелевающему, а сказать проповедуем, прилично возвещающему. А что Павел законополагает быть ересям, но отклоняет от них всех, внимающих ему, Послушай, что говорит он, если бы, говорит, ангел с неба сошел и будет благовествовать не то, что вы приняли, да будет анафема. Не анафематствовал бы и себя, и ангела, если бы признавал это дело безопасным. И еще ревную о вас, говорит, Божья ревность, ибо я обручил вас единому мужу, девой чистой, представить Христу. Но боюсь, как змей хитростью прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. 2 Коринфянам 11.2 Вот и на простоту он указал, и однако не признал этого простительным. Если бы это было простительно, то не было бы опасности. И если бы не было опасности, то Павел не боялся бы. И Христос не повелел бы сожигать плевелы, если бы безразличным было делом внимать и этому, и другому, и всем вообще. 321. Что же значит сказанные слова? Я желаю рассказать вам всю эту историю, начав немного выше, потому что должно знать, в каких обстоятельствах был Павел, когда он писал это. Итак, в каких он был тогда обстоятельствах? В темнице, в вузах, в невыносимых опасностях. Откуда это видно? А из самого Евангелия. Филиппийцам 1.12 Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Нерон вернул его тогда в темницу, как какой-нибудь разбойник, вошедший в дом, когда все спят и тихонько все беря себе, когда увидит кого-нибудь зажигающим светильник, то погашает свет и убивает имеющего светильник, чтобы ему можно было бесстрашно тихонько обирать и грабить. Так точно и тогда Нерон, как бы какой разбойник и подрыватель стен, когда все спали некоторым глубоким и бесчувственным сном, грабил всех, разрывал браки, разрушал домы, показывая себе вообще всякий вид зла. Но когда увидел, что Павел возжигает во Вселенной светильник Слово Учение и обличает его порочность, то старался и погасить проповедь и убить учителя, чтобы самому можно было делать все свободно, и связав этого святого, вернул его в темницу. Тогда и писал это блаженный Павел. Кто не будет поражен? Кто не удивится? Или лучше, кто по достоинству будет поражен и надевится этой благородной и достигавшей до неба душе того, кто, будучи связан и заключен в Риме, писал к филиппийцам из такого отдаленного места? Вы знаете, какое расстояние между Македонией и Римом? Но ни длина пути, ни продолжительность времени, ни обременение делами, ни опасность и беспрерывное бедствие, и ничто другое не изгнало в нем любви и памяти об учениках, но всех их он имел в душе, и не так руки его были связаны узами, как душа была связана и пленена сильным влечением к ученикам. Выражая это самое в начале послания, он говорит, так и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати. 1.7. Как царь, зашедший на престол, с зарею и сев в царских чертогах, тотчас принимает отовсюду бесчисленные послания. 2.8. Так точно и он, сидя в темнице, как бы в царских чертогах, гораздо больше и принимал и отправлял послания, так как все народы о всех своих делах относились к его мудрости и устроял тем более дел в сравнении с царем, чем больше власть ему была вверена. 3. В его руки Бога дал не только жителей Римской области, но и всех иноземцев, и с землей, и морем. 4. Объявляя это римлянам, он говорит, не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. 5. Я должен и еленам, и варварам, и мудрецам, и невеждам. 6. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. 7. Кремлянам 1.13.14 7. Каждый день он заботился то о Каринфинах, то о Македонянах, в каком состоянии филиппийцы, в каком каппадокийцы, в каком Галаты, в каком Афиняне, в каком жители Понта, в каком вообще все люди. 8. Притом, приняв на себя попечение о всей земле, он заботился не только о целых народах, но и об одном человеке и посылал послание то об Анисиме, то о Прелюбодеи Каринфском. 9. Он смотрел не на то, что один был грешник и нуждался в покровительстве, но на то, что это был человек. 9. Человек, драгоценнейшее для Бога существо, за которого Отец не пощадил даже своего единородного. 10. Не говори мне, что такой-то беглец, разбойник, вор, исполнен бесчисленных зол, или что он нищ и отвержен и малоценен, и не достоин никакого слова. 10. Но ты подумай, что из-за него умер Христос, и это для тебя будет достаточным основанием всячески позаботиться о нем. 11. Подумай, каков должен быть тот, которого Христос столько почтил, что не пощадил даже своей крови? 12. Если бы царь взялся за какого-нибудь, кого-нибудь пожертвовать собой, то мы не искали бы другого доказательства на то, что он велик и желанен царю. 13. Я не думаю. Смерть достаточно показала бы любовь к нему умершего, а теперь ни человек, ни ангел, ни архангел, сам владыка небес, сам единородный сын Божий, облегшись плотью, предал себя за нас. 14. Не будем ли все делать и хлопотать, чтобы почтенные так люди вкусили у нас всякого промышления? 15. Иначе какое мы будем иметь оправдание? Какое прощение? 16. Это самое выражая. И Павел говорит, не губи пищей того, за кого умер Христос. 17. Желая обратить тех, которые не уважают своих братьев и презирают их, как немощных, расположить их к попечительности и склонить к заботливости о ближних, он прежде всего указал на смерть владыки. 17. Римлянам 14.15. Итак, сидя в темнице, он писал к филиппийцам. 17. Из такого отдаленного места, такова любовь по Боге, она не пресекается ничем человеческим, имея корни и воздаяние горе на небесах. 17. И что говорит он? Филиппийцам 1.12. 17. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. 18. Видишь ли промышления об учениках? Видел ли попечение учителя? 18. Послушай же и о нежности учеников к учителю, чтобы ты знал, что эта привязанность друг к другу и делала их сильными и непреодолимыми. 18. В самом деле, если брат, помогая брату, устрояется как твердый город, то тем более столь многие, связанные узами любви, могли отталкивать от себя всякий замысел порочного демона. 19. Итак, нам не нужно ни приводить доказательств, ни говорить о том, что Павел был привязан к ученикам, если он и связан, и заботился об них, и каждый день умирал за них, сожигаемый сильным влечением. 20. А что ученики были привязаны к Павлу со всем усердием, и не только мужи, но и жены, послушай, что говорит он о Фиве, римлянам 16.1.2. 21. Представляю вам Фиву, сестру нашу, деканису церкви кенхрейской. Примите ее для Господа как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому. 22. Здесь он свидетельствует об ее усердии, простиравшемся до заступления. 23. А Прискила и Акила преданы ли Павлу, преданы были даже до смерти, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь. 23. Еще о другом в послании к этим самым филиппийцам он говорит так, ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь свою, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. 23. Видел ли, как они любили учителя, как думали об его покое, воле и души своей, поэтому никто и не превзошел их тогда. 24. Говорю это не для того, чтобы мы только слушали, но чтобы и подражали, простирая слово свое не к одним подчиненным, но и к начальствующим, чтобы и ученики оказывали великую заботливость об учителях. 25. И учители имели Павлову нежность к подчиненным, не только присутствующим, но и находящимся далеко. 26. Подлинно обитая во всей вселенной, как бы в одном доме, так Павел заботился о спасении всех, и все свое оставив, узы, скорби, раны, истеснения, ежедневно узнавал и разведывал, каково состояние учеников. 27. И часто только для этого самого он посылал то Тимофея, то Тихика, а последним он говорил так. 28. Известить вас, и да утешит он сердца ваши, Ефесянам 6.22, а Тимофея, посему я, не терпя боли, поставил его к вам, чтобы как не искусил вас искуситель. 29. Также посылал он кита в другое место и иного в иное, так как сам он, будучи часто по необходимости удерживаем узами в одном месте, не мог быть с теми, которые составляли для него как бы его внутренности, то имел общение с ними через своих учеников. 30. Итак, будучи тогда в узах, он писал филиппийцам, не хочу оставить вас, братья, в неведении, называя учеников братьями. 31. Такова любовь. Она отвергает всякое неравенство, не знает преимущества и достоинства, но хотя бы кто был даже выше всех, не сходит к низшему из всех, как поступил и Павел. 31. Послушаем же, что делает он, что сообщает. 32. Обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. 33. Как, скажем, никаким образом. 34. Уже ли ты выпущен из темницы? Уже ли сложил с себя цепь и неустрашимо проповедуешь в городе? 35. Уже ли в шеф-церковь ты простер длинные многие слова о вере и приобрел много учеников, ты отошел? 36. Уже ли мертвых ты пробудил и сделался удивительным? 37. Уже ли прокаженных ты очистил и были поражены, безусловно, все? 38. Уже ли демонов ты прогнал и был возвышен? 39. Нет, ничего такого, говорит он. 40. Как же, скажи, произошел успех благовествования? 41. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. 41. Что говоришь ты? Это ли успех? Это ли преуспеяние? 41. От этого ли распространения проповеди, что все узнали, что ты связан? 42. Да, говорит он. Выслушай, что ты узнал, что узы не только не стали препятствием, но и основанием большего дерзновения. 42. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. 42. Что говоришь ты, Павел? Узы не тоску наложили, а смелость, не страх, а влечение. 43. Эти слова непоследовательны. 44. И я знаю это, говорит он, но это произошло не сообразно последовательности дел человеческих, а было сверх природы и совершилось по божественной благодати. 45. Поэтому, что в других производило тоску, то ему доставляло смелости. 46. Если кто возьмет и заключит военачальника и сделает это явным, то все войско обращает в бегство. 47. Равно, если кто удалит пастырь от паствы, то с полной неустрашимостью угоняет овец. 48. Но не так бывало с Павлом, а совершенно напротив. 49. Военачальник был связываем, а воины делались усерднейшими и с большим дерзновением нападали на противников. 49. Пастырь был заключаем, а овцы не истреблялись и не рассеивались. 50. Кто видел, кто слыхал, чтобы ученики и в несчастьях учителей находили большее утешение? 51. Как они не убоялись, как не устрашились, как не сказали Павлу, врач, исцели себя сам, освободи себя самого от тяжких бедствий, а потом доставишь и нам бесчисленные блага. 51. Почему не сказали они этого? 52. Почему? Потому что они благодатью Духа были научены, что все это происходило не по немощи, а по попущению Христову, дабы истина более просияла посредством уз, темниц, скорбей и притеснений, возрастая и достигая большего величия. 53. Так и сила Христова в немощи совершается. 54. Если бы узы приткнули Павла и сделали его или близких к нему боязливыми, то следовало бы быть в затруднении. 55. А если они произвели большую смелость и ввели в большую славу, то должно поражаться и удивляться, как дело бесчестное создало ученику славу, 55. Как дело, вносящее робость, во всех их произвело смелость и утешение. 56. Кто тогда не был бы им поражен, видя обложенным цепями? 57. Тогда и демоны особенно убегали, когда видели его находящимся в темнице. 58. Не так блестяще и делает царскую главу Диадема, как его руки-цепь, не по ее собственной природе, но по благодати на руках цветущей. 58. Вот почему это и сделало для учеников великим утешением. 59. Они видели тело его связанным, а язык – несвязанным. 60. Руки скованными, а слово – разрешенным и быстрее солнечного луча, обегающим всю Вселенную. 61. И то для них делалось утешением, когда они на деле научились, что ничто из настоящего не ужасно. 61. Когда душа подлинно будет объята божественным влечением и любовью, 62. То она не обращается ни к чему настоящему, но как неистовствующая, отважно осмеливается и на огонь, и на железо, и на зверей, и на море, и на все, так и эти, неистовствуя некоторым прекраснейшим и духовнейшим неистовством, происходящим от целомудрия, презирали все видимое. 61. Поэтому они, видя учителя связанным, еще более радовались, еще более восхищались делами, доказывая противникам, что они со всех сторон неприступны и неодолимы. 62. И вот тогда, как дела были в таком положении, некоторые из врагов Павла, желая возбудить жесточайшую войну и усилить ненависть к нему, тирана, 63. Притворялись и сами проповедниками, и проповедовали правую и здравую веру для того, чтобы распространить учение. 63. Но делали это не потому, чтобы желали посеять веру, но чтобы Нарон, узнав, что проповедь возрастает и учение распространяется, скорее вернул Павла в пропасть. 64. И так было два училища – учеников Павла и врагов Павла, проповедующих по истине и проповедующих по сварливости и вражде к Павлу. Выражая это, он и говорит, «Некоторые правда по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа, нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование». 65. Потом он опять говорит о них, что некоторые неискренны, то есть враги, поэтому напрасно и суе относится это изречение к ересям, так как проповедовавшие тогда проповедовали не распленные учения, но веру здравую и правую. 66. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. 67. Если бы они проповедовали распленные и учили другому, рядом с Павлом, то не могли бы достигнуть того, чего желали. 68. А чего они желали? Того, чтобы по возрастанию веры и по умножению Павловых учеников побудить Нерона к большей войне. 69. Но если бы они проповедовали иное учение, то не умножили бы Павловых учеников, не умножив же их, не раздражили бы тирана. 69. Итак, Павел не то говорит, будто они вводили распленное учение, а то, что причина, по которой они проповедовали, была распленную, так как иное дело сказать о вине проповеди, а иное о самой проповеди, что она нездравая. 70. Проповедь бывает нездравой тогда, когда учение исполнено, заблуждение, а вина будет нездравой тогда, когда, хотя проповедь и здравая, но проповедующие проповедуют не для Бога, но или по вражде, или для угождения другим. 71. Итак, не то, говорит он, будто они вводили ереси, но по неправому предлогу. 72. Они по благочестию проповедовали то, что проповедовали. Они делали это не для распространения Евангелия, но для того, чтобы возбудить войну против него и подвергнуть его большей опасности. 73. За это он и обвиняет их, и посмотри, как точно он выразил это, думая увеличить тяжесть уз моих. 74. Не сказал, нанося, но думая нанести. То есть, думая показывает, что хотя они и думают так, но он сам находится не в таком состоянии. Напротив, радуется распространению проповеди. 75. Поэтому и присовокупил. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. 76. Если бы их учение заключало в себе заблуждение, и они вводили ереси, то Павел не мог бы радоваться. 77. Но так как учение их было здравое и подлинное, то он и говорит, радуюсь и буду радоваться. 78. А что, если они, делая это по вражде, губят самих себя? 79. Но они даже и невольно возвращают мое дело. 79. Видел ли, какова сила Павла, как он не уловляется никакими ухищрениями дьявола. 80. И не только не уловляется, но этими самыми берет его в руки. 81. Подлинно. Велика низость дьявола, порочность служителей его. 81. Под видом одинакового образа мысли они желали погасить проповедь. 81. Но запинающий премудрых в коварстве их не допустил тогда быть этому, выражая это самое, Павел и говорит, 82. И оставаться во плоти нужнее для вас. 82. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. 83. А не домогается лишить меня настоящей жизни, и для этого предпринимает все. 84. Но Бог не допускает этого для вас. 85. Помните же все это тщательно, чтобы вы со всею мудростью могли исправлять тех, которые пользуются Писаниями и необдуманно, как случится, и на погибель ближним. 85. И мы будем в состоянии и помнить сказанное исправлять других тогда, когда постоянно будем прибегать к молитве и призывать Бога, подающему слово премудрости, 85. Чтобы Он дал и разумение слышанного и сохранение этого духовного залога, точное и неодолимое. 85. Часто, чего мы не силах совершить собственными стараниями, легко можем исполнить посредством молитв, молитв постоянных. 86. Подлинно нужно молиться всегда и непрестанно, в скорби, и в спокойствии, и в бедствиях, и в благах. 86. В спокойствии и многих благах о том, чтобы они оставались неподвижными и неизменными, и никогда не прекращались. 87. А в скорби и во многих бедствиях о том, чтобы увидеть какую-нибудь полезную перемену, и чтобы они сменились в тишину утешения. 87. В тишине ты. Ты проси Бога, чтобы эта тишина оставалась у тебя твердой. 88. Наступившие бури ты увидел. Напряженно, проси Бога, пронести это волнение и водворить после бури тишину. 88. Услышан ты? Благодарись за то, что ты услышан. 89. Не услышан. Имея терпение, чтобы ты был услышан. 89. Потому что, хотя Бог иногда и отсрачивает подаяние, но делает это не по ненависти и отвращению, а желая медленностью подаяния, постоянно удерживать тебя при себе, как поступают и нежные отцы, которые отсрочкой подаяния мудро устраивают постоянное пребывание при себе неродивейших детей. 90. У тебя нет нужды в посредниках к Богу, ни во многом обращении и влезти другим. 91. Но хотя бы ты был одиноким и без предстателя, ты сам собой, призвав Бога, устроишь все вполне. 91. Он обыкновенно склоняется не столько тогда, когда другие призывают Его за нас, сколько тогда, когда мы сами просим, хотя бы мы исполнены были множеством зол. 92. Если между людьми, когда мы много оскорбим кого-нибудь, но и утром, и в полдень, и вечером будем являться копечаленным нами неотступностью и постоянным присутствием в глазах их, легко прекращаем их вражду, то тем более это может быть в отношении к Богу. 93. Но ты недостоин? Сделайся достойным посредством неотступности. 94. А что действительно и недостойным может сделаться достойным посредством неотступности, что Бог скорее склоняется тогда, когда мы сами призываем Его, нежели когда через других, и что часто Он отсрочивает подаяние не для того, чтобы привести нас в затруднения и отпустить с пустыми руками, а чтобы сделаться виновником больших для нас благ. 95. Эти три истины я попытаюсь объяснить вам читанную сегодня притчью. 95. Подошла ко Христу Хананиянка, умоляя Его о своей бесноватой дочери, и взываясь с великой силой, говорила «Помилуй меня, Господи! Дочь моя беснуется!» 96. Вот женщина иноплеменная, иноземная и не принадлежащая к иудейскому гражданству. Что она иное, как не пес, и не была ли недостойна получить просимое? 96. Нехорошо, сказал Господь, взять хлеб у детей и бросить псам. 97. Однако и она сделалась достойной посредством неотступности, и ее бывшую псом он не только возвел в благородство детей, но и отпустился многими похвалами, сказав «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе, как ты хочешь». 98. Когда же Христос говорит «Велика вера», то не ищи никакого другого доказательства величия души этой женщины. Видел ли, как женщина недостойная сделалась достойной посредством неотступности? 99. Желаешь ли знать и то, что мы более склоняем Его, призывая сами собою, нежели через других? 99. Когда она взывала, то ученики подошедшие говорят «Отпусти ее», ибо сильно кричит вслед нас. 99. Христос же говорит им «Нехорошо, я послан только костам погибшим дома Израилева». 99. А когда она сама подошла, продолжая взывать, и сказала ей «Господи, ну и цыдят крохи, падающие со стола Господ своих», то Он даровал ей благодать и сказал «Да будет тебе, как ты хочешь». 99. Видел ли, как он, когда ученики просили, отказал, а когда она сама просила дара, взывая, то склонился на просьбу. 99. Им он говорит «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». 99. А ей сказал «Велика вера твоя, да будет тебе, как ты хочешь». 99. Также прежде, в начале прошения, он ничего не отвечал, а после того, как она однажды, дважды, трижды приступила, 99. Он даровал благодать, убеждая нас этим окончанием, что он отсрочивал подаяние не для того, чтобы оттолкнуть ее, но чтобы показать всем нам терпение женщины. 99. Если бы он отсрочивал для того, чтобы оттолкнуть ее, то не дал бы и в конце, а так как он желал показать всем ее любомудрие, то он и молчал. 99. Если бы он дал тотчас и в самом начале, то мы не узнали бы мужества этой женщины. 99. Отпусти ее, говорят ученики, ибо вопит вслед нас. 99. Что же, Христос? 99. Вы слышите голос, говорит он, а я вижу ее мысли. 99. Я знаю, что она имеет, говорит. Я не желаю оставить незаметным сокрытое в ее мыслях сокровище, но ожидаю и молчу, чтобы открыть его, представить и сделать явным для всех. 329. Итак, научившись всему этому, хотя бы мы были в грехах и недостойны получения благ, не будем сомневаться, узнав, что посредством неотступности души мы будем в силах сделаться достойными просимого. 33. И хотя бы мы были без предстателя, не будем отказываться, узнав, что великое ходатайство то, чтобы самому приступать к Богу с великим усердием. 34. Если он медлит и откладывает подаяние, не будем падать, узнав, что это медление и отсрочка есть знак его попечения и человеколюбия. 35. Если с таким своим убеждением, с душой скорбящей и теплой и с бодрственным намерением и таким, каким приступала Ханамиянка, будем приступать к нему и мы, то хотя бы мы были псами, хотя бы сделали что-нибудь ужасное, мы очистимся от своих собственных зол и получим такое дерзновение, что в состоянии будем ходатайствовать и за других. 36. Подобно тому, как эта Хананиянка не только сама получила дерзновение и много похвал, но была в силах и дочь свою избавить от невыносимых бедствий. 37. Нет, подлинно нет ничего сильнее пламенной и искренней молитвы. 38. Она разрешает и настоящее бедствие, избавляет и от будущих наказаний. 39. Поэтому, чтобы нам приятностью провести настоящую жизнь и туда отойти с дерзновением, будем непрестанно совершать молитву с великим усердием и ревностью. 39. Таким образом, мы в состоянии будем получить и настоящее благо и наслаждаться благими надеждами, чего да исподобимся всеми благодати. 40. Человеколюбим и щедротами Господа нашего Иисуса Христа, в котором Отцу со Святым Духом слава, честь, держава во веки веков. Аминь.